Частная компания СРЛ Ративестком подала иск об инициировании процедуры несостоятельности АО «Акванорд» с преимущественным госкапиталом. Повод – сомнительная задолженность размером в 200 тысяч леев. Несмотря на то, что к моменту рассмотрения дела «Акванорд» уплатила долг, апелляционная палата Бельц удовлетворила ходатайство ИСЦА, который, в свою очередь, стремительно приступил к взысканию исторического долга с Бельцкого водоканала. Давно это семидневный срок. В случае неуплаты, скорее всего, уже «Акванорд» подаст иск о несостоятельности предприятия, администрирующего бельцкие водопроводные сети. Если схема будет доведена до конца, оба объекта поступят в распоряжение кредиторов. После чего на горизонте возникнет так называемая «фирма-спаситель», которая согласится уплатить все долги взамен на блокирующие пакеты акций. Имея на руках доказательства от «Акванорд» то, что был уже погашен этот долг в полном размере, апелляционная палата все-таки вынесла решение в пользу заявителя, то есть удовлетворила заявление об инициировании процедуры несостоятельности, что подразумевает процесс несостоятельности. С этого момента назначается временный администратор несостоятельности, от управления предприятием устраняется директор, создается комитет кредиторов и, в свою очередь, учредитель тоже теряет определенные инструменты или механизмы контроля от предприятия. Уточню, что «Акванорд», учредителем, основным учредителем «Акванорд» является апель Молдови. Сами понимаете, это государственное предприятие. Как реакция после вынесения вот этого решения, насколько я помню, это 3 февраля произошла, «Акванорд» направила претензию уже в адрес АПКанал с подформулировкой сроков и суммы долга и сроков погашения по сумме. В противном случае, и там, кстати, был дан 7-дневный срок, по истечению этого срока, если не исполняется погашение основного долга с пенями, с штрафными санкциями и т.д. и т.п., они резервируют право обратиться тоже в апелляционный суд, чтобы инициировать процесс несостоятельности. По мнению вице-мэра Бельц, Игоря Шеремета, речь идет о типичной рейдерской схеме. Подробности махинации свидетельствуют об этом особенно красноречиво. Согласно информации, которой располагает Бельская мэрия, за фирмой, подавшей первый иск на «Акванорд», стоит тот же человек, что и за компанией «Глорин Инженеринг», получивший в Бельцах концессию на услугу водоотведения и канализации. Речь идет о гражданине Израиля Александре Лешно. «Определенный заинтересованный круг лиц, в числе который является теневой хозяин нынешней конституционной компании «Глорин Инженеринг», то есть та компания, которая, я считаю, что неправомерно получил канализацию в муниципе Бельц, в управлении, нынешней лицо Лешно Александр. Почему говорю «теневой»? Потому что он официально не числится как учредитель в «Глорин Инженеринг», но де-факто он всем хозяйствует. Кстати, он в прошлом гражданин Республики Молдова, сейчас он отказался, является гражданом Израиля. Он запустил такую комбинацию. Примечательно, что события, имеющие все признаки рейдерской атаки, начали разворачиваться после того, как новая власть в Бельцах посчитала неприемлемой для города сдачу услуги городской канализации в концессию и компанию «Глорин Инженеринг». На эту сделку, осуществленную при одобрении прежнего состава муниципального совета, не раз обращал внимание мэр Ренат Иусатый. По мнению градоначальника, если концессионер вкладывает всего несколько миллионов леев, взамен получая право собирать с бельчан все платежи за услугу в течение десятилетий, то это слишком выгодный бизнес для некоторых частных лиц и совсем невыгодный для бельц. Администратору компании Игорю Гольбергу было объявлено у грядущим аудите. Ему предложили расторгнуть контракт по собственной инициативе, совместно с муниципальным советом и примарией, определив сумму компенсации уже вложенных средств. «Ставьте вы ваши эти инвестиции, послушайте, все ваши инвестиции заканчиваются так же, как инвестиции Шору, только у вас обороты поменьше, понимаете? Вот чем заканчивается. Ничем не отличается ваш концессионный договор, а только тот украл аэропорт, а вы украли канализацию. Инвесторы». Отдельно бельские власти обратили внимание на выпиющий факт в разделении в результате концессионной сделки – услуг канализации и водоснабжения. Дело в том, что методология Наре предусматривает подсчет единого тарифа за эти услуги. Кроме того, разделение ведет к неминуемому банкротству водоканала. Нынешние власти города считают, что обе услуги должны быть возвращены под контроль местной власти и государства. Однако, судя по последним событиям, у предпринимателей есть особое мнение на этот счет. Если схема, которая разворачивается в эти дни, будет доведена до конца, фактически вся система водоснабжения на севере страны станет частной. «Я вижу интерес вот этих лиц в том, чтобы поставить полный контроль, во-первых, над Акванорд, который является основным поставщиком воды в муниципе Бельц, не только в муниципе Бельц, но и часть севера Молдова. Это первый пункт из плана. Второй пункт – те же люди, которые стоят в тени вот этой схемы. По официальной процедуре появляется она и компания, то есть компания, которая имеет соответствующие деньги. Спасителем я называю такими компаниями. Я могу как бы погасить все ваши задолженности, но за счет того, что я становлюсь как бы частью, основным учредителем Акванорд». Собственно, бельское руководство подозревает, что так оно все и задумывалось еще при сдаче в концессию бельской канализации. Сегодняшняя махинация с долгами и судами вошла в активную фазу, как раз в тот момент, когда на бельском водоканале идут аудиторские проверки, уже выявившие многомиллионные нарушения и вопиющую неэффективность менеджмента, граничащую с намеренным саботажем. «Сами понимаете, в качестве кредиторов и сам комитет кредиторов, уже имея определенный контроль со стороны заинтересованных лиц по канализации, конечно же, не исключат возможность проведения объективного аудита по каналу, то есть документирования всех соответствующих неполадок, нарушений и хищения в особо крупных размерах, я позволю себе это сказать наперед, потому что уже есть соответствующая информация, что есть такие нарушения, уже подтвердит документально всю эту информацию, то есть комитет кредиторов все это устраняет и исключает такие возможности». Водоканал целенаправленно подводит к банкротству, а его руководство, оставшееся на местах после смены власти в Бельцах, защитилось от увольнений многолетними контрактами и возможностью взять продолжительные и высокооплачиваемые отпуска. К примеру, судя по документам, директор Водоканала Виктор Крокодил якобы не был в отпуске 15 лет, и у него скопилось 450 оплачиваемых отпускных дней. Таких трудоголиков на предприятии несколько, и все они входят в топ-менеджмент. Длительные отпуска они могут попросить в любой момент, а Бельский бюджет вынужден будет выплатить им в общей сложности более миллиона леев. Вице-мэр Игорь Шеремет не склонен верить тому, что люди могут годами оставаться на рабочих местах без отдыха. «Мы докажем, что это вранье. Будем проверять, когда и сколько раз за эти годы данные граждане покидали пределы страны», – заявил Шеремет. На грани банкротства предприятия находятся и по той причине, что местные власти с 2009 года не синхронизировали тариф на воду с другими тарифами, например, на электроэнергию. Скорее всего, поначалу это бездействие было вызвано чистым популизмом. Избирателям не нравится, когда растут тарифы, а объяснять, что этот рост вызван общим подорожанием всего в стране, почти бесполезно. Когда же стало понятно, что долги становятся просто нереальными, водоканал должен АО «Акванорд» за воду из Сорокского водовода более 200 миллионов леев, кому-то пришла в голову мысль – а почему бы все это хозяйство не обанкротить, чтобы потом продать? В этот момент, вероятно, и появился «Глорин Инженеринг» своим замечательным контрактом. До принятия закона в 2014 году, который вошел в силу в услугах водоснабжения и канализации, согласно которому тарифы координируются и подтверждаются НРЭ, с 2009 года по 2014 году местная власть, местный совет не менял и не синхронизировал цену на тариф в зависимости от подражания электроэнергии или других ресурсов. Потому и эта разница создалась до 2014 года. Кстати, канализационный консессионер и сегодня продолжает делать все, чтобы добить водоканал. Тарифы на водоснабжение с 2014 года определяет НРЭ, но для Бельца агентства утвердить новые цифры не может. «Глорин Инженеринг» не предоставляет данных о своих расходах. Тариф же высчитывается исходя из совокупности затрат как на водоснабжение, так и на водоотведение. С 2014 года, согласно закону о водоснабжении и канализации, там очень четко указывается, что тариф на воду подтверждается НРЭ. И на сегодняшний момент опять же у нас вопросы. Из-за того, что разработали водоснабжение и канализацию, до нового года мы предоставили НРЭ всю информацию по всем затратам, по персоналу, по администрации, по техническим услугам. То есть есть определенные перечни затратов, которые мы должны предоставить НРЭ, чтобы они пересчитали тариф, исходя из подражания электроэнергии или других ресурсов. Мы предоставили всю эту информацию до нового года. Нам НРЭ недавно ответила очень четко. Вы хорошо, что предоставили в полном объеме, вы предоставили всю информацию, но мы не можем утвердить тариф из-за того, что согласно методологии, разработанной тоже НРЭ, которая вошла в силу еще в феврале 2015 года, подтверждение идет в комплексе по затратам и по всем же документациям по канализации. И из-за того, что канализацию вы передали в 2013 году Глорг-инженерик, который имеет соответствующую лицензию, они не предоставили до сегодняшнего дня никакую информацию, чтобы в комплексе принять единый тариф. В итоге Водоканал продолжает работать в убыток, наращивая долги. Когда на одном из недавних совещаний Игорь Шеремет попытался узнать причину, по которой консессионер не предоставляет данных, представитель компании попросту упал в обморок прямо в зале. Кстати, фамилия этого представителя – Крокодил. Это сын Виктора, Крокодила с Водоканала. От того, что вы не предоставляете, от этого, во-первых, страдает потребитель. Понимаете? И не второстепенно страдает муниципальное предприятие. Потому что ежемесячно повышается потеря. Повышается, потому что не пересматривается этот тариф. Потому что самостоятельное предприятие, даже совет, не имеет права по закону принимать тариф. Пока мест не координируется с НРЭ. Все это взаимосвязано. И если в этой цепочке кто-то уже слабое звено, или это халатно относится к этому, или намеренно все это делает, в ущерб муниципе и прямой ущерб муниципальному предприятию. Схема находится на завершающем этапе. Если высшая судебная палата оставит в силе решение апелляционного суда о процедуре несостоятельности Аква-Норд, по цепочке с помощью тех же рычагов будет объявлено о банкротстве водоканала. На следующей стадии и появится липовый спаситель, который купит все. Вопрос о том, в курсе ли этих комбинаций теневой хозяин Молдовы господин Плохотнюк, по завершении процесса можно будет считать риторическим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова